Приветствую вас, друзья, на моём канале Валентина Синима-2. На протяжении пяти лет я сделала уже несколько похожих роликов о том, что о транспорте Юницкого частенько вещают не только на зарубежных телевизионных каналах, но и на белорусских государственных телевизионных каналах, на таких, как Первый Белорусский канал и на региональном Четвёртом Могилёвском канале. Также о этом транспорте не раз рассказывали на канале СТВ-24. А вот 15 августа 2021 года на теленовостном канале России и Содружества МИР-24 состоялся телемост Москва-Минск с начальником службы новостей от компании Skyway с Михаилом Кириченко. Давайте перейдём на канал МИР-24 в Ютьюбе. Нажимаем вот тут на значок канала и убеждаемся в том, что канал очень серьёзный. Политические и экономические новости в перемешку со спортом и горячими новостями. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли, что на таких каналах не будут рассказывать о транспорте, не имеющего почвы для инноваций. Понимаете, да? Корреспонденты всегда сначала проверяют информацию перед тем, как выставить её в эфир. Сейчас не те времена, чтобы подвергать сомнениям свою собственную репутацию. Сейчас я вам поставлю отрывок из этой беседы, где в самом начале корреспонденты побывали на заводе в Минске и отсняли там материал для вставки перед этим роликом. Уверена, что вы захотите посмотреть полное интервью, поэтому я для вас обязательно оставлю ссылку на него в описании под роликом. Там же в описании будут и ссылки для регистрации в компанию Skyway фонда RSV System и Skyway Capital. Уверена, что эта информация должна пробудить в вас осознанное решение, во что бы то ни стало, но стать совладельцем компании Skyway. Как говорится, хоть в последний вагон, но запрыгнуть. И это будет правильное ваше решение. И я даю вам сейчас воспользоваться этой возможностью. Не упустите свой шанс, не шорхайтесь по хайпам, инвестируйте в правильные компании. Если говорить о струнном транспорте и сравнивать его с монорельцем, принципиально чем он отличается? Принципиально отличается путевой структурой. У нас она над землёй расположена, является предварительно напряжённой, отсутствуют, например, температурные швы, что делает её очень жёсткой. И тем не менее, она способна выдерживать тяжёлые составы. Вот чем она отличается. Если говорить о струнном транспорте, он дешевле монорельца? Он дешевле в несколько раз, включая и монорельц. Эти юникары на струнных рельсах, они могут разгоняться до 150 км в час. А за счёт чего такая скорость сейчас? Насколько оно безопасно? Надёжность струнных рельсов, насколько они надёжны? Что это? Струнный рельс. Это рельс, который тоньше обычного, который не разрезной, но который намного прочнее, жёстче, который может вынести намного большую нагрузку. Это конструкция висячего моста в одном маленьком тонком рельсе. Вот что такое струнный рельс. Испытывается по факту в Беларуси? Это только какие-то пассажирские надземные воздушные экспрессы? Или это в перспективе будет и грузовое снабжение тоже? Не то, что испытывается, а уже испытано. И некоторые виды подвижного состава сертифицированы уже в Беларуси. Несколько видов пассажирских, и в том числе грузовых. Это уже сертифицировано, не то, что испытывается. У нас строится уже шестой транспортный комплекс. У нас уже на данный момент порядка десяти единиц подвижного, точнее, видов подвижного состава построено, испытано. И часть из них уже как минимум половина сертифицирована. Я знаю, что сегодня прибыла группа специалистов для сертификации очередного вида транспортного средства Skyway. А то, что сертифицирован уже этот вид транспорта, где-то уже строится такая дорога? Или пока это все только в проекте? Где-то она уже действует? Или пока только на полигонах все остается? Сейчас, в данный момент, строится в Объединенных Арабских Эмиратах. Первые два проекта будут в Эмиратах Шарджа и Дубай. Об этом я читал, что летом прошлого года Юникарами заинтересовались Арабские Эмираты. И на правительственном саммите в Дубае было объявлено заявление о том, что белорусский Skyway – это новый вид общественного транспорта. Я так понимаю, что деньги выложены, и проект уже реализуется. А почему именно Арабские Эмираты? Почему оттуда? Почему они первые? Можете объяснить? Наверное, могу. Одними деньгами это объяснить нельзя. В Европе, например, в Японии тоже огромное количество денег, и все уже есть, как и в Объединенных Арабских Эмиратах. Но они как-то потеряли этот момент, и все у них замедлилось. Так вот, в отличие от Европы и Японии, Арабские Эмираты не останавливаются. Они ищут что-то новое, и все самое современное, высокотехнологичное, инновационное у них там присутствует. Они сами это ищут и привлекают, приглашают в свою страну. Ну, поскольку у нас речь зашла об интересах разных стран, вот действительно, какие страны еще могут серьезно заинтересоваться в строительстве таких линий Skyway? Потому что их же можно строить, насколько я знаю, не только в мегаполисах, как общественный транспорт, а их там можно в горах, над пустыней, над водой. Кто еще может заинтересоваться? Михаил Кириченко освещает о транспорте второго уровня на ОВ-канале Skyway достаточно давно. Несколько лет делает репортажи и с Марьиной Горки, и с Арабских Эмиратов, а также с заводов, с конструкторских бюро, где проводят испытания подвесных составов разных модификаций. С Михаилом я познакомилась на выставке в Минске, когда на футбольном манеже были представлены две позиции Юнибуса и Юнибайка. Михаил в совершенстве владеет несколькими языками, поэтому он делал репортажи не только с выставки из Белоруссии, но и с Германии, и с Арабских Эмиратах. Это удивительный человек, чистый и светлый, с массой талантов. Он искренне верит в то, что небесные дороги Юницкого обязательно займут свою нишу в экономике. И среди транспортных систем займут со временем 50% этого рынка. Я тоже в это верю. Уверена, что инвестиции в этом направлении обязательно принесут инвесторам Skyway финансовую независимость. Те, кто сейчас понимает, что заработок на инвестиционном рынке на сегодня, в сегодняшних условиях, это 100% выгодное дело, те начинают искать, куда бы проинвестировать, чтобы заработать. Самое сложное в инвестиционном бизнесе – это выбор. Выбор самих компаний. Самый сложный вопрос – куда инвестировать, какую компанию? Каждый день в ныте создаются сотни новых компаний, а также каждый день сотни компаний из каменца. Многие из вас наслышаны о такой компании, например, как Финика, в которую вовлекли где-то, по-моему, даже больше, чем миллион людей. Представляете, какой был мыльный пузырь. Три года эта компания исправно выплачивала за счет новых вливаний. Заработали, в принципе, все амбассадоры. Те, кто привлекал в эту компанию. Те, кто зашел в Финика в самом начале. А вот последним не повезло. Не повезло даже тем, кто вошел на продукты «Купи машину» или там «Недвижность» за 35% в мае, например. Эти люди все потеряли свои инвестиции. И их, конечно же, большинство. Потому что поверили Доронину и его амбассадорам. Поверили каким-то малолеткам, которые якобы зарабатывают на биржах. Так бы все, как говорится, и зарабатывали на тех биржах. Только вот вопрос, а кто же там теряет на этих биржах, понимаете? То есть, если кто-то заработал, значит, кто-то должен потерять. Правильно? Не могут все зарабатывать. Но многие повелись на этот обман. И знаете, что самое страшное? Страшно это то, что таких компаний, которых якобы трейдеры для вас на ваших инвестициях зарабатывают на биржах, таких компаний очень много. Их тысячи в интернете. И все эти тысячи компаний рано или поздно обязательно соскамятся. Вот вы должны понять эту логику. Конечно же, нужно отличать нормальную компанию от таких мошеннических схем. И встает вопрос номер один. Как же выбрать ту компанию, чтобы в ней не потерять свои вложения? Да, это очень сложный, спорный вопрос. Я выбрала, например, для себя одну из таких компаний, и это Skyway. И очень рада, что моя старшая до меня достучалась. Инвестировать, конечно, я в Skyway стала только после того, как посетила тестовый участок Skyway в Мариной горке, который находится от меня здесь в 70 километрах. Села на машину, съездила, посмотрела, убедилась, что да, стройка идет. Именно это меня и убедило начать собирать всю информацию о Skyway. И хорошую, и плохую. Да, негатива о Skyway, особенно два года назад, было очень много. Прямо через край. Проплаченные тролли с ММГП заполонили весь интернет своими гаденькими статейками и переделанными роликами. Они писали под каждым роликом и получали по 120 рублей, кажется, за негативную строчку о Skyway. На сегодня, читая о том, как далеко шагнула наша компания Skyway, уже понимаешь, что никакие тролли уже не в состоянии сегодня что-то изменить или подпортить репутацию этой компании. Сегодня уже каждый желающий может увидеть вживую наши юнибусы на выставках или на тестовых участках в Белоруссии и в Арабских Эмиратах, прокатиться на этих юнибусах, потрогать, как говорится, руками их. Вот знаете, вот сюда, в Skyway, однозначно можно уже инвестировать. Лично я инвестирую в эту компанию с 2016 года. Пять лет продвигая ее, уверена в том, что эти дороги будут строиться по всему земному шару и будут приносить хорошие дивиденды тем, кто не упустил свой шанс и стал совладельцем этой компании. Поэтому регистрируйтесь в RSV System или Skyway Capital. Ссылки есть в описании под роликом. Инвестируйте в компанию Skyway. На сегодня это самые выгодные вложения, чтобы стать совладельцем этой компании. Кто-то задаст вопрос, ну или скажет, типа, долго строят ваш Skyway? Пять лет, мол, деньги собираете, а дивидендов до сих пор еще никто не получает. Да, долго. Но зато намного надежнее, чем в хайповых компаниях. Потому что мы инвестируем в разработку технологии. Не просто одного какого-то юнибайка или юнибуса, а в разработку полной новой транспортной системы. Разницу чувствуется? А это, друзья, даже не одно, а несколько направлений. Городской, междугородний, грузовой транспорт со своими посадочными станциями и погрузочно-разгрузочными структурами. Вы должны понимать, что у железнодорожного транспорта свои станции, в аэропорту свои терминалы, у метро свои, вот и у Skyway тоже будут свои станции. Дома строят от двух до пяти лет, а тут транспортная система. Понимаете? Полтора года назад я купила двухкомнатную квартиру благодаря парамайнингу на криптомонете PRISM. И уже полтора года делаю в ней ремонт. Тоже, конечно, благодаря этой криптомонете PRISM. Хотя планировала сделать ремонт за полгода, но не получилось. Так что планы в строительстве не всегда завершаются в запланированные сроки. А уж такие глобальные, как транспортные системы, тем более. Хочу, чтобы вы все-таки пересмотрели свое отношение к компании и приняли решение инвестировать именно в Skyway. Не ведитесь на мошеннические схемы с большими доходами, с красивыми легендами. За 10 лет инвестирования у меня много было подобных компаний. Поэтому прошу вас, прислушайтесь к моему опыту. Не инвестируйте в доверительное управление. Это 200% рисковые проекты со 100% скамом в ближайшее время. Если у них нет реального бизнеса и какой реальной технологии, которую можно увидеть, проехать или потрогать. Кстати, скоро выпущу серию роликов, как я делаю очень красивый евро-ремонт. Покажу, как своими руками выливаю лепнину, приклеиваю ее на потолок, наношу декоративную штукатурку, мокрый шелк, раскрашиваю розетки под люстры, перешиваю стулья и наношу патину, леплю барельефы и многое другое, что и вы тоже потом сможете делать сами. Ну, кажется, это все, что я хотела рассказать вам в этом ролике. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новости. Регистрируйтесь в RSV System и Skyway Capital. Ссылки, повторюсь, находятся в описании под роликом. И не забудьте поставить лайк за интересную и важную информацию. Всем удачи! С вами была Валентина Cinema 2. Субтитры создавал DimaTorzok